вот такие вот цветочные серьги в лиловых оттенках мы с вами будем делать в этом мастер-классе это серьги пусеты будем работать вручную без использования молдов вайнеров и каких-то профессиональных инструментов если вам интересен этот мастер-класс ставьте лайк и мы с вами приступаем к работе весна не за горами предлагаю сделать маленькие цветочные серьги меня вот здесь уже есть заготовочки роз розочки как раскрытой так и в бутонах есть небольшие заготовочки сирене и листочков сейчас я покажу как все это делать у меня трости с переходом цвета можете взять абсолютно любые у меня вот маленькие такие остаточки я собрала их все в одной цветовой гамме как видите все в фиолетовых таких фиолетово-розовых оттенках трости у меня маленькие диаметр трости 5 миллиметров для одной розочки распустившийся нам нужно будет нарезать 9 лепестков 4 лепестка среза у нас будет потоньше буквально по одному миллиметру розочки будут маленькие и 5 срезов у нас будут до 2 миллиметров лепестки немножечко будут крупнее в размере пальчиками расплющиваем передаем тепло лепестку дальше берем стек укладываем лепесток острием на себя на ладошку и стеком начинаем вытягивать только край лепестка то есть только широкой стороны дальше резко снимаем лепесток и округляем его с помощью стека выталкивая пластику наверх нижний край можно протянуть на себя для того чтобы его немножечко утончить еще раз пальчиками немножечко разминаем и согреваем пластику укладываем лепесток на ладошку стеком прокручиваем вверх и вытягиваем только верхушку не трогая нижнюю часть резко снимаем лепесток укладываем на ладошку и стеком выталкиваем пластику вверх округляем немножко лепесток вниз чуть-чуть можно провести для того чтобы утончить хвостик лепестки маленького и большого размера делаются аналогично лепестки у меня готовы 9 штук на розочку и 4 маленьких на бутон теперь берем сложную пластику и зубочистку отрываем небольшой кусочек пластики и формируем шарик этот шарик нанизываем на зубочистку и старайтесь внизу вот так вот прижать пластику для того чтобы она хорошо скрепилась зубочисткой вот такой вот шарик у нас должен получиться сверху на быстрее зубочистки чуть-чуть можно вытянуть сделать капельку главное чтобы вот здесь в начале зубочистки где соединяется пластика зубочисткой глина была хорошо зафиксирована на зубочистке первый лепесток укладываем и оборачиваем вокруг нашей капельки так чтобы лепесточек возвышался над уровнем капли сольной пластики буквально на 2-3 миллиметра внизу еще раз прижимая пальцами для того чтобы не съехала наша капелька выбираем самые маленькие лепестки следующий лепесток укладывается вровень с первым стоящим лепестком все на одной высоте уложили лепесточек и верхушечку левый край вытянули правые приклеили капли укладываем лепестки против часовой стрелки второй ряд будет состоять из трех лепестков лепестки укладываются против часовой стрелки и внахлёст на предыдущий левый край остается открытым правый у нас приклеивается а верхушечка чуть-чуть выворачивается верхушка лепестка выворачивается наизнанку то есть на себя выворачиваете ее как бы делаете округлый такой край третий лепесток укладывается под первый почему мы левый край оставляли открытым уложили лепесток опять же левая сторона открыта выворачиваем верхний край лепестка и чуть-чуть подтягиваем лепесточки чтобы плотненько закрыть этот ряд лепестки третьего ряда они будут крупнее в размере и укладывается опять же на такой высоте как и лепестки предыдущих рядов опять же левый край не приклеивается приклеивается правый край левый остается открытым здесь нам нужно будет уложить 5 лепестков перекрываем предыдущий лепесток приблизительно на половину то есть на 50 процентов его верхушечку опять на себя выворачиваем 5 лепестков равномерно друг за другом попытайтесь уложить на одинаковом расстоянии как видите хвостик всегда подтягиваю вниз потому что как только присоединяйте какой-то лепесток есть вероятность того что вы можете выдавить цветок наверх то есть зубочистки его снять поэтому каждый раз я чуть-чуть подтягиваю вниз пластику в ножку четвертый лепесток выворачиваем левый край и верхнюю часть лепестка и пятый лепесток подкладывается под первый так ряд замыкается приклеиваем лепестки по низу вот такая розочка должна у вас в итоге получится зубочистки пока не снимаем так она на зубочистки будет и сейчас делаем с вами бутон также на зубочистки помнят бутон берем опять маленький шарик полимерной клины и насаживаем его на зубочистку внизу прижимаем пластику как можно сильнее зубочистки чтобы она скрепилась и сцепилась с деревянной поверхностью пластика делаем капельку и первый лепесток оборачиваем вровень с капелькой вокруг капельки то есть я лепесток не приподнимаю высоко на 2-3 миллиметра как это было в случае с раскрытой розой здесь вровень капли идет первый лепесток второй лепесток вровень уже с первым лепестком то есть все идет вровень с каплей опять же левый край не приклеивается правый приклеился верхушка вывернулась на себя бутон будет состоять из четырех лепестков один закручивается внутри и 3 идут вокруг него все по аналогии а левый край лепестка открыт правый приклеивается капли перекрываем где-то треть предыдущего лепестка последний третий лепесток заводится под первое в том месте где мы оставляли левый край открытым лепесточки выворачиваем наизнанку верхушку и левую часть и вот в таком виде у нас должен быть бутон я цветочек доделаю но и салатовой пластики давайте сделаем имитацию маленьких листочков которые идут у плодоножки всего на цветочка на бутон нужно будет три таких тоненьких морковочки которые я сейчас катаю ничего страшного если они у вас будут разной длины и так берем розочку и начинаем присоединять наши тоненькие морковочки в розочке 5 лепестков морковок присоединяем 3 постарайтесь их разместить как-то равномерно на одинаковом расстоянии с бутоном немного легче в бутоне всего три лепестка соответственно легко будет поставить три тонких листика пока оставляем в таком виде для того чтобы делать маленькие цветочки еще и двухцветные тоже можно использовать колбаски разные только надо их уменьшить до диаметра приблизительно 3-4 миллиметра совсем малюсенький и мы нарезаем тоненькие срезы я выбрала опять же фиолетовые оттенки с этого тоненького среза буквально по 2 миллиметра у меня были срезы я делаю с капельку капелька которая будет заужена со стороны темного цвета работать нужно сейчас будут перчатки либо в напальчнике смотрите маникюрными ножницами со стороны широкой части я разрезаю капельку пополам а потом каждую из половинок я делю еще пополам то есть у нас получится в идеале 4 одинаковых сегментов я их раскрываю и сейчас нам понадобится либо зубочистка либо иголочка раскрыли все четыре будущих лепестков поставили иголочку по центру и ребром иголочки раскатываем на ребре пальчика нашего каждый из лепестков вот почему нужно работать в перчатках потому что на пальце будет прилипать пластика и потом малюсенькие лепестки будет очень сложно снять поверхности пальцев вот такой маленький четырехлистный цветочек у нас получается двухцветный очень красиво давайте еще раз со стороны темного цвета мы зауживаем и формируем из среза капельку держим за узкий хвостик капельку и со стороны широкой части надрезаем ножничками на 4 равных половинки сначала пополам и потом каждую из половинок и еще пополам делим раскрываем пальчиком аккуратненько все сегменты 4 дальше берем давайте возьму зубочистку и зубочисткой раскатаем берем зубочистку ставим по центру и ребром зубочистки на пальчики начинаем раскатывать в разные стороны лепесток формировать это в том случае если у вас нету иголочки нет шила зубочистка поможет вам спится очень хорошо раскатывает ставите острие зубочистки либо иголочки по центру цветка и начинаете раскатывать лепесточки лепесточки вот такой вот цветочек двухцветный у нас получается можно делать однотонный если у вас нет никаких тростей листик делаем из той же оливковой пластики отрываем маленький маленький кусочек формирую капельку листик буду делать уже на пальчики капельку расплющиваю беру ту же зубочистку по центру поставила и сделала центральную бороздочку углубление и прокрутила листик в одну сторону как видите остается прожилки после зубочистки и прокрутила листик в другую сторону и вот маленькие прожилочки у вас на поверхности листика остается по желанию можно придать изгиб листочку листочков делаем много маленькие большие мы ими будем закрывать промежутки которые будут между цветами опять делаем капельку укладываем капельку на пальчик берем расплющиваем немножко по центру ставим зубочистку прокручиваем в одну сторону листик опять по центру поставили прокручиваем в другую сторону листик и аккуратно снимаем с поверхности пальцы придаем эскип откладываем сторону ну а теперь берем любые основы сережек у меня основу пусет такие металлические площадки сейчас их нужно будет вдавить в губку для того чтобы они ровненько держались и в момент когда мы будем их декорировать они в то же время в запекании они никуда не уехали запекать тоже будем на губке старайтесь сразу симметрично распределять цветы у двух заготовок сережек можно зеркальном отображении размещать итак берем кусочек пластики сначала подготавливаем площадку нам нужно закрыть вот эту основу кстати очень хорошие у пб основа они уже идут зубчатая и когда вы что-то будете потом приклеивать даже тот же пластик уже за счет шероховатости поверхности металлическая хорошее будет скрепление с клеем с полимерной глиной заполняем внутренность салатовой полимерной глины и второй основы и вдавливаем все в губку начинаем формировать серьги с листочков берем маленький стек стеком поддеваем и укладываем размещаем листочки я сразу буду симметричном отображении в зеркальном отображении размещать листочки так будет удобнее потом формировать серьги и не запутаетесь и зеркальное отображение сразу и не запутаетесь какая очередность укладки различных элементов чтобы разместить бутончик я его снимаю зубочистки и удлиняю немножечко хвостик хвостик можете подрезать но делайте это наискосочек чтобы с этой стороны было плоский срез стеком цветочек поддеваем и еще ему выгодное положение вот здесь вот верхней части у меня будут бутончики снимаю хвостик вытягивая и наискосочек подрезаем за длинную хвостик за длинную часть подтягиваю бутончик и размещаю как видите стараюсь идти равномерно заполню вот здесь вот листочком чтобы не было никаких промежутков заполнила и по второму бутончику я размещу рядышком опять хвостик вытягиваю под наклоном срезаю и за самую длинную часть стеком подхватываем подхватываю и размещаю в том месте где у нас было два листочка еще один бутон у нас есть под углом подхватываю за нижнюю часть и размещаю в зеркальном отображении смотрю как у меня размещены цветы в первой сережки и стараюсь не отходить вот последовательности в маленькие промежутки вставляем листочки чтобы все у нас была заполнена можно листочек еще и вот здесь вот между цветочками на всякий случай чтобы не было никаких проплешин в будущем украшение маленькие цветочки сирени подхватываю за длинный узкий хвостик и также размещаю зеркальном отображении присоединив и немножечко примя в хвостик зеленой площадке размещаю листочек за цветочками сирени потому что между цветами могут быть промежутки мы эти промежутки все скрываем беру такой цветочек сирени размещаю возле бутонов очень красиво смотрятся двухцветные цветы сирени маленькие и не забываем укладывать листочки снова подхватываю маленькие цветочки сирени и размещаю пока у боковой поверхности закрываю основу чтобы ее не было видно некоторые цветочки вертикально размещаю и обязательно листочки между цветами чтобы не было промежутков я доделала немножко листочков и буду сейчас их размещать дальше по контурам основы металлической чтобы как можно больше ее закрыть и с лицевой стороны и не было видно продолжаю размещать цветочки оставляя серединку пустой для того чтобы можно было потом в ней зафиксировать крупные цветы у нас розы есть ну и пока продолжаю фиксировать маленькие элементы и листиками покрывать края основы сейчас я хочу примерить крупные розы я их снимаю и смотрите подрезаю на лезвие чтобы у них основа была ровненькой дальше здесь понадобится тонкая иголочка по центру прям по центру в первый лепесток я замечу запускаю иголку и хочу посмотреть как-то розочка вот здесь мне на нравится я ее уже сразу буду прикреплять прикрепляю как видите то есть я продавливаю розу туда к основе прям в зеленую пластику чтобы иголка вошла и потом закрываю вот это место где у нас иголочка заходила я ее закрываю чтобы не было видно проколов и разместим цветочек с другой стороны на другой сережки опять же подрезаю делаю ровненький край иголочкой подхватываю за центр нужно найти где соединяются между собой край правый левый 1 лепестка который мы закручивали трубочкой и ставим вот сюда придавила или закрываю отверстие которое от иголочки у нас осталось чтобы у нас все плотненько сидела так в идеале бы разместить вот здесь розочку и вот здесь розочку а здесь заполнить маленькими цветочками давайте посмотрим как это у нас получится берем у нас как раз 6 получилось фиолетовых роз розочки маленькие смотрите те что поменьше вот у меня малюсенькая розочка прям такая ее в идеале вот здесь разместить а те что покрупнее пойдет вот где площадка у нас побольше осталось маленькую обрезали загоняем иголочку по центру и пытаемся вот сюда вот ее вот так поставить она туда войдет но вот здесь вот есть промежуток который мне не нравится я его заполню маленьким цветочком вот так и также повторим с этой стороны и добавим по листочку чтобы основа была у нас закрыта вот еще у меня маленькая розочка вот сейчас мы вот эти маленькие розочки и разместим как раз в том месте и мы только что присоединили цветочки сейчас чуть-чуть лепестки чтобы мы их не примяли у предыдущего цветка под нему наверх и сюда загоняю розочку загнала прокрутила и закрываем серединку чтобы наши дырочки прокола от иголки не было закрыли и с этой стороны также размещаем цветочек вот он у нас чуть-чуть приподнимаем вверх лепестки маленького цветочка который мы присоединили нужно даже вот этот большой чуть-чуть приклеить к цветку чтобы он нам не мешал и загоняем розочку прям ее вкалываем туда прокололи прокололи еще несколько раз я прикалываю ее чтобы она присоединился и закрываю дырочку от иголки вот в этом месте по центру можно сделать вот такой прокол и чуть-чуть прижать пластику к зеленой основе именно у розочки вот еще раз смотрите вот так и чуть-чуть прижать ее туда тогда она у вас более плотненько сядет а здесь мы все закроем и там видно не будет берем листочек листочком закрываем пространство вот здесь между розочками пока наши стельки выглядят вот так и продолжаем заполнять маленькими цветочками по периметру вот здесь и вот с этой стороны добавляем листочки на основу все делаем зеркальном отображении у нас осталось две розы крупных также срезаем хвостик берем розочку смотрим вот здесь вот ей наиболее выгодное место расположения прижимаю ее и закрываю отверстие от иголки берем вторую розочку размещаем на второй сережке прижимаю и закрываю ну вот где остались промежутки там мы берем листочки сейчас берем цветочки и все это закрываем вот здесь просится листик соответственно и с этой стороны такой же листик мы ставим чуть-чуть его заостряю вот здесь вот цветочек маленький просится беру самые самые маленькие которые у нас остались и загоняю их вот так вот по центру сначала удлиняю немножко хвостик у них чтобы хвостик приклеился и потом уже как-то загоняю если вдруг прокручивается у вас основа загоните вот сюда по центру цветка опять придерживайте а потом уже гоняйте цветочек вытаскиваете и опять закрываете отверстие просмотрите ваши сережки на предмет пустоты если где-то она есть у вас есть маленькие цветочки которые можно загонять вот я хвостик удлинила потом иголочки смотрите за этот хвостик подтянула и завожу вот туда и так также прикалываю этот длинный хвостик тогда у вас не будет прокола по центру цветка а цветочек сам еще смотрите вот так вот стеком туда чуть-чуть вглубь чтобы он у нас случайно не выпал чтобы была дополнительная фиксация еще раз смотрите удлиняю хвостик иголочкой прокалывая то есть цветочек именно за хвостик и вот в это место сейчас зафиксирую чтобы вам было видно сережку смотрите завожу туда цветок прикалываю иголочкой достаю иголочку и чуть-чуть еще стыком по центру прижимаю туда цветочек так рассматриваю еще раз на предмет нужно ли нам где-то что-то либо закрыть где-то дырочки которые вот некрасивая смотрится вот вот так вот центр розочек закрывается и в принципе больше нам ничего здесь не нужно потому что и так уже будет слишком большое нагромождение цветов если какие-то лепесточки где-то принялись у маленьких цветочков возьмите их и до запекания конечно раскроете чтобы видно было все я побольше ничего сюда не добавляла все можно ставить на запекание ставим при температуре 120 130 градусов на протяжении 20-30 минут сережки запеклись и нам нужно будет только открепить поверхности приклеить ее на клей можете пользоваться быстросохнущим клеем можете воспользоваться клеем е6000 или b6000 единственное что он сохнет долго но склеивать детали очень хорошо можете воспользоваться эпоксидным клеем если у вас есть наносим клей на площадку и вставляем в отверстие сережку плотненько чтобы она попала в свою ячейку и со второй заготовочкой также поступаем все даем подсохнуть и можем пользоваться нашей красотой очень надеюсь что мастер-класс по созданию таких сережек вам понравился ставьте лайки нажимайте на колокольчик если еще не подписаны на канал подписывайтесь и будьте всегда в курсе новых мастер-классов которые выходят на моем канале